Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия готова создать коридор для вывоза украинского зерна в обмен на отмену санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Бесков отверг обвинение западных лидеров в том, что Россия искусственно создает в мире продовольственный кризис, желая получить рекордный доход от продажи своего зерна и продовольствия. По словам Дмитрия Бескова, украинское зерно пока еще хранится на Украине не из-за блокирования российскими военными украинских портов в Черном море, а из-за пресловутых антироссийских санкций и недавних действий украинских властей по минированию украинских морских портов. В результате этих действий сотни украинских мин болтаются по волнам Черного и Азовского морей, создавая серьезную угрозу для торговых судов. Россия не заинтересована в том, чтобы мир испытывал голод и готова создать зерновой коридор для вывоза украинского зерна, но только в обмен на отмену санкций, введенных ранее против России и ее компаний. Западные страны должны отменить торговую блокаду, организованную против России и снять санкционные ограничения на обслуживание российских грузов в иностранах морских портов. Перечень санкций, которые необходимо снять в отношении России для того, чтобы Россия разрешил вывоз зерна с территории Украины, не сообщается. Идет ли речь о снятии всех, введенных ранее санкций, либо об их части, не ясно. Вероятно, что сейчас это является предметом торга российских властей с западными дипломатами. Тем временем, по данным европейской прессы, в украинских морских портах Одессы, Николаева, Очакова, а также Мариуполе, сейчас находятся 70 иностранных торговых кораблей. Россия обещает создать для них гуманитарные коридоры и безопасные полосы для отплытия в свои страны. Украинский МИД выступает резко против соглашения западных политиков с Россией. Украина предостерегает Евросоюз от снятия санкций с России и требует попытаться организовать вывоз украинского зерна из своей стороны без участия России. Однако сейчас это фактически невозможно. В связи с подрывом железнодорожной инфраструктуры и контролем подходов и выходов с украинских портов российскими вооруженными силами. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия открыта к диалогу с западными странами и в данный момент взаимодействует с ООН по вопросу организации транспортировки украинского зерна. При этом Россия выступает против участия в сопровождении торговых судов военных кораблей НАТО. Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания планирует договориться с Турцией о проходе ее боевых кораблей к порту Одессы. Однако позднее британские СМИ эту новость опровергли. Плюс руководство Турции ранее сообщило, что не пропустит боевые корабли в акватории Черного моря.